Военно-историческую экспозицию ждет модернизация после окончания реставрации «Золотых ворот». Об этом сообщают во Владимира Сузельском музее-заповеднике. Причем 29 мая – последний день работы экспозиции, а к 19 июня все работы по ее демонтажу должны быть завершены. После чего и планируется начать реставрацию белокаменного памятника 12 века, сообщают в музейном руководстве. Примечательно, что после ее завершения диораму будут качественно изменять. Точно эта экспозиция будет в каком-то другом виде. Музей ее, так скажем, освежит. Посмотрим другими глазами, что ли, на нее. Может, мы ее дополним, что-нибудь сделаем по-другому. Напомним, работы по реставрации «Золотых ворот» будет проводить тюменская компания «Дизайн-2000». По информации с сайта музея, ранее эта фирма реставрировала Спасскую церковь и Троицкий монастырь в своем родном городе, Покровский собор в Тобольске и другие крупные объекты. Общая же стоимость реставрации «Владимирских золотых ворот» по итогам торгов составила около 139 миллионов рублей. Проектом предусматривается реставрация фасадных стен, цоколей и крылец, ремонт конструкции стен угловых башен и пристроек, устройство полов в них, реставрация кровель, позолоты луковичной главы, креста с подкрестным шаром, объемных звезд шпилей с яблоками, замена оконных заполнений, реставрация дверных заполнений. Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории. Один из главных вопросов волнующих горожан – будет ли изменена схема движения в центре города в связи с проводимыми работами? По информации чиновников гор-администрации, пока соответствующих запросов от подрядчика не поступало. На сегодняшний день компания-подрядчик, производящая ремонт «Золотых ворот», официально не обращалась в администрацию города с просьбой принять решение о каких-либо ограничениях движения на данном участке дороги. Работы по реставрации «Золотых ворот» займут более двух лет. Их должны будут завершить к концу 2025 года.